Следующая техника, которую разберем, называется сихоонаги. Сихо, как ични, сан, си, четыре, счет по-японски. Сихо, четыре направления, четыре стороны. Название идет от работы с мечом. Мы делали икиунду таким же образом, с разворотом на четыре стороны света. Вот этот же разворот и это же движение мечом встречается в данной технике, поэтому она называется сихоонаги. Бросок на четыре направления. Гьяк ханми, катэ тэдори, разноименная стойка, захват за предплечье. Удобно сначала брать захват. Когда мы выполняем на хорошей скорости, я захвату не даю случиться, и вторая рука сразу наносит татэми. Получается примерно следующее. И дальше пойдет техника. Но для тренировки, для начинающих, все эти элементы убираются. И сначала берется захват. Захваченную руку прячем чуть-чуть внутрь, чтобы тыльная сторона основания ладони работала. И вот здесь появляется зазор. Вот туда максимально глубоко нужно запустить руку захват. Чтобы, когда я провернусь, стоп, захват остался вот здесь, глубоко. Так же, как в котэ гайше. Только там давление идет большим пальцем. Здесь давление идет всеми пальцами. Здесь. Еще раз. Прячем ладошку. Берем захват глубоко. Шаг с задней ноги вперед в сторону, примерно под 45 градусов. Точный угол определяется динамикой партнера. Если партнер для тренировки стоит на месте, то захват. И шаг примерно под 45 градусов. И я уже начал поднимать меч. Крепко захват. Вперед меня партнер не пустит. Направление движения вперед и вверх. Надави, пожалуйста. Вперед и вверх. Вот туда партнер уезжает очень охотно. И на этом есть много других техник. Атака. Вектор вперед и вверх. Я это делаю не руками. Я это делаю поворотом корпуса и подъемом мяча. Поворот корпуса, подъем мяча. Плюс захват. Здесь вместе со вторым шагом руки поднимаются максимально высоко. Я повыше, чем партнер. Поэтому хороший вариант присесть на колено. Бросок. Если партнер выше ростом, либо захват немножко помягче. И партнер позволяет мне пройти на полную высоту. Можно остаться в стойке. Для тренировки хороший вариант это уход на колено. Захват. Шаг с задней ноги и уже поднимается мяч. Опять шаг с задней ноги. Уход на колено. Прямые руки. Прямая спина. Частые и грубые ошибки это потеря хорошей осанки и потеря тегатана. Тегатана рука-меч. Если руки начинают сгибаться, тащить, застреваем. Получаются вот такие вещи. Если партнер выше, ниже и за этим не следить, то прием сделать практически невозможно. Поэтому тегатана рука-меч. Мы рубим мячом на четыре стороны. Вот эти перемещения легли в основу техники. И так же как в работе с мячом, либо в упражнении икиунда, полезно следить за дыханием. В будущем при работе на больших скоростях это будет очень актуально. Сейчас большую скорость не надо, но всегда явное движение подъема мяча это вдох. Движение опускания мяча выдох. Вместе с ногой и подъемом рук вдох. Еще раз. Вдох. Я принимаю атаку партнера, переправляю ее, делаю вдох. Заканчиваю бросок. Делаю выдох. С задней ноги вперед в сторону под 45. Руки, подъем мяча. Подъем мяча. Вдох. И предварительно захват. Еще раз. Вдох. Этот элемент можно поделать в качестве подводящего упражнения, в качестве подготовки. Ключевые ошибки. Руки согнул, оставил партнеру, опоздал. Наклонился. Шагнул не с той ноги. Если пойду с передней ноги, партнер очень легко сделает подсечку под пятку. Поэтому шагаю с задней ноги, одновременно разбалансируя партнера. Сейчас нога у партнера загружена. Он ей не сможет ничего делать, пинаться, делать подсечку. И моя нога далеко до нее не дотянуться. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Прямая спина. Прямые руки. Еще разочек. Прямая спина. Тегатана. Для простоты часто можно услышать прямые руки. Максимально разгибать нехорошо, потому что травмоопасно для сустава. Поэтому вот, рукамеч. Легкий изгиб. Но такая конструкция передает силу от ног, от бедер, от спины полностью, без потерь. Вот эти руки. Самое слабое звено будут мышцы. Корпус гораздо сильнее. Вдох. Проворот. Выдох. По необходимости уходим на колено. Вдох. И в повороте сразу на колено, чтобы не потерять осанку, не согнуть руки. Гякханми кататэдори. Шихонаги омате. Омате. Лицо. Другая вариация, когда я пойду за спину, будет называться Гякханми кататэдори. Шихонаги. Ура. Сейчас в этом упражнении делаем только вариант омате. Я иду перед лицом партнера.